Сделать урок насыщенным и полезным, раскрыть талант каждого ученика и преподавать свой предмет так, чтобы идти в ногу со временем. Такие задачи перед собой ставит учитель английского языка 38-й школы Роза Слохова. Больше 10 лет она знакомит детей с тонкостями иностранного языка. В этом году ее педагогическое мастерство высоко оценили в конкурсе «Учитель года». Роза вышла в финал и стала лучшей. Своими эмоциями после неожиданной победы поделилась с нашим корреспондентом Мариной Караевой. Кто-то хочет посетить оперный театр, кому-то интересен музей современного искусства. Есть и те, кто начал бы свое путешествие в Сидней с Луна-парка. Сегодня тема урока – условные предложения в английском языке. Ребята практикуют не только знание грамматики, правильное произношение, но и фантазию. Главная задача любого педагога – привить детям любовь к своему предмету. Такую задачу перед каждым уроком ставит учитель английского языка Роза Слохова. Задача не из легких, считает она, но увлеченные глаза детей говорят о том, что ей это удается. Мне нравится изучать английский. Если бы у меня был другой учитель, я не знаю, любила бы я его так сильно, как сейчас. Но благодаря Розе Кузбековне, как она хорошо объясняет, мне нравится. Наверное, благодаря ей я полюбил этот предмет. Потом в пятом классе, когда я узнал, что она нас берет на постоянное пекунство, я обрадовался. И с пятого класса плотно занимаюсь английским языком. Вот уже 11 лет в профессии. Ни разу Роза Кузбековна не пожалела о своем выборе. Учила в Северо-Остинском пединституте. После окончания поработала переводчиком, но желание учить детей привело в школу. Это благодарный труд, хотя, конечно, это очень сложно. Сложно работать в школе, тем более сейчас. Это все меняется. И дети другие, как все говорят. И работа другая стала сложнее. Но, тем не менее, глядя на благодарные лица своих учеников, мне кажется, можно забывать обо всем. Любовь к детям и постоянное саморазвитие. В этом заключается успех педагога, считает Роза. Мы, как дети, должны учиться постоянно. То есть нет такого, что вот я все выучил и я иду на урок. Нет, мы постоянно учимся, в том числе узнаем что-то и от детей. Профессиональные интересы и стремление показать себя и свое мастерство подтолкнули попробовать свои силы в конкурсе «Учитель года» и старания увенчались успехом. Награждается победитель регионального этапа Всеверо-Остинского конкурса «Учитель года-2021» Слокова Роза Казбековна, учитель английского языка школы номер 38. Эти слова до сих пор звучат эхом в ушах. До сих пор Роза Слокова не верит в победу. Она стала обладателем главного приза квартиры и сертификата на 200 тысяч рублей. Эти эмоции ни с чем не сравнить. Это были эмоции счастья, эмоции радости, удивления, шока. Это было очень здорово. Спасибо вам, Вячеслава Зелимхановича, за такой приз, конечно, для учителя. Это, мне кажется, огромная мотивация, это стимул работать над собой, работать дальше. Узнав о победе Розы, коллеги и ученики устроили для нее настоящий праздник. Для нас, для всего нашего коллектива была приятная неожиданность, что наша Роза Казбековна победила в этом конкурсе. Конкурс был непростой. Поначалу, когда мы предложили ей участвовать в этом конкурсе, она не сразу согласилась. Она подумала немного, но когда я увидела огонь в ее глазах, я поняла, что эта девочка нацелена на победу. И на достигнутом Розе Слокова останавливаться не намерена. Впереди ее ждет упорный труд и новые высоты. Достигнуть их ей помогают любящий коллектив и благодарные дети. Марина Караева, Алана Бзыкова. Новости Осетии.